Дорогие друзья, я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга и сегодня я предоставляю вашему вниманию Таро прогноз на неделю от 13 мая до 19 мая, включительно для наших уважаемых близнецов. Сегодня мы рассмотрим ваше общее эмоциональное состояние на начало недели, общий фон происходящих событий в течение недели, вашу личную жизнь, работу, финансы, а также возьмем совет от карт. Сегодня я работаю на колоде Золотое Таро Боттичили. Это будет основная колода. Двумя вспомогательными колодами для каких-то вопросов, для дополнений у нас будет цыганский оракул Сибила, и оракул Затмения. Хочу напомнить, дорогие мои, что гадание имеет общий характер, поэтому, конечно же, проиграться оно может не для всех, но я больше чем уверена, что досмотрев это видео до конца, вы сможете для себя получить какие-то нужные, идильные советы и подсказки. По выпавшей карте я вижу, что для многих из вас будут актуальные вопросы семьи на этой неделе. Еще хочу напомнить, мои дорогие, что это гадание и для мужчин, и для женщин, и для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок. Оно подходит всем. И приглашаю вас к своему столу, усаживайтесь поудобнее, отвлекитесь от посторонних мыслей, постарайтесь просто успокоиться, просто расслабиться, услышать свою внутреннюю душевную тишину, погрузиться в свою внутреннюю тишину. И тогда вы сможете соединиться с потоками вселенной. И я думаю, что колода для вас сегодня даст максимально полезные советы. Итак, давайте приступим, мои дорогие близнецы. Первая карта покажет ваше общее эмоциональное состояние на начало недели. Вторая карта покажет общий фон происходящих событий в течение этой недели. Третья карта покажет вашу личную жизнь или ваши отношения в паре. Четвертая карта покажет вашу работу. Пятая карта покажет ваши финансы. И шестая карта покажет ваше эмоциональное состояние на конец недели. Седьмая карта это будет карта совета, которая даст вам именно ту информацию, которая поможет вам достичь максимально хорошего результата в самом наболевшем для вас вопросе. И пока мы эту карту отложим закрытой. Рассматривать мы ее будем последней. Начинаем трактовку, мои дорогие уважаемые близнецы. И обращаю ваше внимание на то, что в вашем раскладе выпало сразу три старших аркана. Это аркан повешенный, это аркан луна и старший аркан император. Это говорит о том, что все события, происходящие на этой неделе, будут важными и значимыми. И от того, как вы будете решать все вопросы на этой неделе, зависит ваша дальнейшая судьба, линия вашей судьбы. То есть вы можете корректировать и направлять свою жизнь в нужном русле благодаря полученной информации. И посмотрите, дорогие мои близнецы. Первая карта старший аркан повешенный. Она говорит о том, что вы находитесь в таком состоянии, как будто бы у вас не идут дела. Вот такое впечатление, что дела у вас не идут. Состояние какого-то зависа, когда что-то не развивается. Хотелось бы большего, хотелось бы лучшего, но что-то стоит на месте и не двигается с мертвой точки. Эта карта также может говорить о том, что ваше эмоциональное состояние, вы как будто бы думаете о том, что вы являетесь жертвой каких-то обстоятельств, заложником какой-то ситуации вы являетесь. Это может касаться чего угодно, сферы работы, сферы семьи. Смотрите, для кого что больше подходит. И, конечно же, в связи с этим такие глубокие погружения в себя. И я бы сказала, по этой карте это состояние все же депрессии. Но не будем огорчаться, потому что мы еще не рассмотрели весь расклад до конца. Переходим к вашей второй карте. Вторая карта покажет общий фон происходящих событий в течение недели. И мы видим девяточку мечей. Карта тоже довольно-таки напряженная. И карта говорит о каких-то неудачах. Говорит действительно о том, что вы как бы сами себе посыпаете голову пеплом из-за того, что что-то в вашей жизни не ладится. Это может касаться и всей вашей семьи и ваших родственников. Вы как будто бы печалитесь о том, что что-то вы не можете сделать ни для себя, ни для них. Какая-то ситуация в вашей жизни не развивается. И вам кажется, что вы ничего не можете изменить. И из-за этого у вас вот такое подавленное эмоциональное состояние. И это может влиять на все вопросы, на все сферы вашей жизни. Я все-таки, мои дорогие и уважаемые близнецы, призываю вас к тому, чтобы какой бы ни была тяжелая ситуация в вашей жизни, несмотря на вот эту депрессию, найдите в себе силы и мужество сказать этой депрессии «нет». Сказать этой депрессии «нет» и только тогда вы сможете от нее освободиться. Ищите у себя внутренние резервы, внутренние силы для борьбы с той возникшей ситуацией, которая имеется в вашей жизни. Потому что если вы будете продолжать находиться в этом состоянии, у вас, дорогие мои, очень тяжело. Действительно, вы не сможете ничего решить из-за такого подавленного состояния. А вам, мои дорогие, нужно двигаться дальше. И все-таки девяточка мечей говорит о том, что что-то рано или поздно должно закончиться. Это не навсегда. Движемся дальше, мои дорогие. Смотрим, что в доме вашего партнерства. В доме партнерства для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что чувства страсти, которые были вначале, немножко поугасли, притихли. Здесь состояние некой грусти, некой меланхолии. Возможно, ваш партнер и хочет чего-то большего, да, может быть, какого-то общения, может быть, какой-то радости. Но вы не в том состоянии. У вас какие-то внутренние ваши собственные противоречия. Из-за того, что где-то у вас что-то не получается, это отражается и на сферу ваших отношений. Поэтому задумайтесь, мои дорогие близнецы, об этом. И для тех, кто одинок, для тех, кто одиноки в поиске, эта карта может говорить о том, что в вашей жизни могут предоставляться какие-то шансы, выбор из каких-то партнеров, да, но вы как бы не спешите принимать чьи-то предложения. И вы анализируете эту ситуацию, анализируете поступки тех людей и свои собственные. То есть здесь такое состояние неуверенности, неопределенности, когда вы еще не можете для себя определиться. И давайте посмотрим сферу вашей работы. В сфере работы выпал старший аркан луна. И вот как раз я так понимаю, что эта карта говорит о том, что основная проблема у вас именно в сфере работы. Эта карта говорит о том, что какие-то обстоятельства влияют на вас извне, какие-то внешние факторы, которые вы как бы не можете побороть, да, что-то выше ваших сил. Ситуация развивается таким образом, что вы как будто бы не можете на нее влиять. И по этой карте здесь идет как нечестность, может быть, партнеров, неискреннесть партнеров, когда вас сознательно вводят в какое-то заблуждение, дают вам какую-то ложную информацию. Конечно же, у вас большие переживания идут из-за работы и большие страхи идут по поводу работы, потому что на сегодняшний день ситуация в работе, такое впечатление, что ничего не происходит и вокруг одни враги, да. Но давайте будем искать что-то хорошее в этом раскладе. Мы еще сюда вернемся, возьмем дополнение. И посмотрите, что в сфере ваших финансов. Несмотря на вот эту затруднительную ситуацию, на которую вроде бы вы как и не можете влиять. И все-таки я повторюсь, мои дорогие близнецы, что в основном на это может влиять ваша внутренняя депрессия, когда вы подавлены и вы как будто бы не можете решать какие-то вопросы из-за подавленного состояния. Но вам нужно подниматься с колен и идти вперед, как бы не было больно. Смотрите, мои дорогие, королева Пентаклий говорит о том, что мужчина вы или женщина. В вашей жизни может быть какая-то женщина, дама, начальница, от которой вы либо финансово зависите, либо эта женщина будет эти самые финансы вам давать. Но в сфере финансов, это как раз если говорить о мужчинах, то эта карта может показывать вашу партнершу, что даже если у вас плохо в делах, то ваша партнерша может зарабатывать какие-то деньги и как-то балансировать немножко эту вашу ситуацию. А также это может карта говорить о том, что начальница, либо какая-то другая женщина, от которой идут для вас какие-то финансовые поступления. Для женщин так же самое. Эта карта может говорить о том, что у вас либо есть такая начальница, либо вы сами та самая женщина, которая умеет зарабатывать деньги, знает толк в деньгах и знает, как правильно этими деньгами распорядиться. Здесь все в конечном итоге, несмотря на эти страхи и опасения, финансы на этой неделе какие-то вы должны получить. И помощь и поддержку здесь оказывает вам дама, некая женщина, некая особа. И давайте посмотрим ваше эмоциональное состояние на конец недели. И дорогие близнецы, старший аркан император говорит о том, что все-таки к концу недели вы приободритесь, у вас появится сила и энергия, потому что в вашей жизни может появиться человек, мужчина, который у вас заинтересован. Это может быть либо начальник, либо старший друг, кто-то, кто помогает вам в вашей ситуации. И на этого человека можно положиться. И также эта карта говорит о том, что вы сами как бы начинаете, сами себя начинаете организовывать. Вот здесь вам как вроде бы тяжело, плохо, но вы берете себя в руки, вы пытаетесь что-то решать, да, вы начинаете действовать. У вас включается и ментал, и самодисциплина, и организация. Здесь начинает у вас все включаться. Если говорить о женщинах, то в вашей жизни появится некий мужчина или такой мужчина имеется, который основные заботы и основные проблемы в вашей жизни будет решать. И этот мужчина достойный человек. Для женщин это может быть ваш супруг, ваш отец, ну, тот, кто, может быть, вас старше. И человек очень ответственный, и этот человек решит все ваши проблемы и все ваши вопросы. И поэтому к концу недели все-таки вы немножко начинаете выходить из вот этого состояния, состояния депрессии. И карта совет для наших уважаемых близнецов. Карта совета. Выпала семерочка пентаклей. Это карта о финансах и карта о том, что какие-то ваши надежды не реализовались. Вы на что-то надеялись, да, вот здесь, судя по всему, в работе. Вы надеялись получить какой-то хороший результат, а в конечном итоге какие-то разочарования. Да, какие-то денежки были, но они для вас были недостаточными. Вы понимаете, что вы могли бы заработать гораздо больше. И эта карта говорит о том, что вам стоит, может быть, обратиться к помощи родных и близких. Потому что именно в этой колоде эта карта о том, что вы работаете как бы командой. Может быть, помощь вашей семьи даже просто с советом поговорить с родными и близкими. И они уже вам смогут дать какой-то дельный совет. И эта карта также о том, что вам нужно уже начинать рассматривать для себя какие-то новые возможности, новые шансы. Вы понимаете, что здесь вот в этот момент, на этой работе вы не достигли желаемого результата. Эта карта говорит о том, задумайтесь о том, что может быть в вашей жизни есть еще другие шансы, другие перспективы что-то изменить, начать даже что-то новое для себя. Либо в старой работе найти какие-то новые пути решения вопросов для того, чтобы улучшить ситуацию. И для этого вам не стоит отказываться от помощи, прежде всего, какого-то мужчины. И также не забывайте о том, что родные и близкие здесь тоже, как бы вам ни было тяжело, будут всячески вас поддерживать. Ну, давайте, мои дорогие близнецы, я возьму для вас дополнение на оракуле затмения. У нас все, у нас довольно-таки напряженный расклад и повешенный, и девяточка мечей, и карта луны. Это все говорит о больших переживаниях и о каком-то застое в вашей жизни. И именно на сферу работы мы сейчас возьмем три карты. Три карты, которые нам покажут, как будут развиваться события в ближайшее будущее. И вот, конечно, выпала карта крысы, которая говорит о потерях, о каком-то неискреннем отношении партнеров. Да, здесь действительно идет какое-то лицемерие, как будто бы игра в кошки-мышки, да. Где-то кто-то вами пытается в работе манипулировать, где-то, может быть, дают вам какую-то заведомо ложную информацию. При этом люди преследуют сугубо свой корыстный интерес. Ну и карта змеи. Конечно, говорит о тяжелой ситуации на вашей работе, но эта карта, она может говорить как о том, что у вас довольно-таки серьезные противники, с которыми вы как бы даже и не в силах бороться. Но карты призывают к тому, что вам нужно найти внутреннюю свою мудрость, которая у вас имеется для того, чтобы возникшую ситуацию решать. И карта развилка говорит о том, что вы будете стоять перед каким-то выбором в своей работе. Возможно, вы действительно захотите полностью поменять свою работу, либо выбрать какое-то для себя другое направление. И такой выбор у вас появится, у вас будут какие-то еще предложения, дорогие близнецы. Поэтому не унывайте, не переживайте, все у вас по итогу должно получиться. И давайте возьмем одну дополнительную карту на сферу ваших отношений, на сферу вашей семьи. И здесь карта, когда вы обращаетесь к высшим силам о помощи, о пощаде, чтобы вам помогли высшие силы в сложившейся ситуации. И действительно, это, наверное, полностью отображает ту ситуацию, которая вот у нас сложилась в картах. И в конечном итоге карта дома говорит о том, что стабильность и уверенность вы сможете приобрести благодаря помощи своих родных и близких. И эта карта говорит о том, что по итогу в конечном счете у вас дела начнут налаживаться, дела пойдут на поправку. Чего я вам, мои дорогие близнецы, и желаю. Рада была сегодня с вами пообщаться. Не обессудьте за то, что выпал такой расклад, но я всегда то, что, понятное дело, мне приходится трактовать то, что выпадает. Но мы весь с вами видим, что несмотря на сложность ситуации, есть и надежда, есть и положительные моменты, есть люди, которые готовы вам оказывать помощь. Поэтому все в конечном итоге у вас должно получиться. Дорогие мои близнецы, сегодня я говорю вам пока-пока, до новых встреч, до следующих видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кому понравилось.